В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! 26 июня отмечался праздник, имеющий всемирное значение. Это Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В гостях у нас Игорь Михайлов, заместитель главного врача краевого наркологического диспансера, а также Юлия Сидорова, врач-нарколог, заведующая реабилитационным отделением краевого наркологического диспансера. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день! Игорь Владимирович, наверное, первый вопрос вам адресую. Какова же сегодня ситуация с потреблением наркотиков у нас в крае? Ну, в принципе, ситуация... В настоящее время у нас около 11 тысяч потребителей наркотиков в крае зарегистрированных официальных, да, в наших учреждениях наркологических. Из них около 6 тысяч – это больные наркоманией, 5 тысяч – это люди, которые имеют пагубное потребление, то есть потребляют наркотики с рядными последствиями, у которых заболевание еще не развилось. Есть такая группа, да, пациентов. Вот. Ну, хочу сказать, что тенденции таковы, что на протяжении уже многих лет, многих лет у нас идет по краю снижение вот этих потребителей наркотиков зарегистрированных. Ну, вот, если брать в эту общую группу, то число больных наркоманий снижается заметно, да, достаточно. А вот группа с пагодным потреблением немножко подрастает. Вот что касается общей... И показатель общей заболеваемости у нас, он тоже снизился, да, это показатель, который идет в расчет на население, то есть на числе населения. Скажем, вот у нас там 10 человек, но на 100 человек это будет такое-то количество, да, там на 50 это будет другое, есть такой показатель. Ну, показатели, конечно, еще выше, чем по Российской Федерации, но тем не менее вот эта устойчивая тенденция о снижении общей заболеваемости наркомании, потребления вообще наркотиков, она, собственно, радует, и она существует, действительно она есть. Вот. То же самое и первичная заболеваемость. Есть люди, которые в первую жизнь нами регистрируются, которых мы выявляем. Здесь тоже идет вообще заметное снижение, и в том числе и в группе профилактического вот этого наблюдения с следными последствиями, которые употребляют лица. Если брать 17-го года, да, пятилетнюю динамику при такой период, то мы на 10% снизили вообще потребление наркотика в Приморском крае. Вот общую заболеваемость. Ну, это хорошие цифры. Ну, да, мы с вами за эфиром проговорили. Я рассказывала, что я жила в тех районах, где численность людей, употребляющих наркотики, была достаточно высока, но со временем они все куда-то делись. И куда они делись, непонятно. Очевидно, выздоровели. Есть такое, то есть у нас достаточно высокий процент лиц, которые после пройденного лечения, да, сняты с выздоровления. То есть есть такое понятие, как число лиц, не так, со стойкой ремиссии, либо с выздоровлением. То есть у нас очень хороший процент. Он, кстати, и по Российской Федерации, он повыше, чем в среднем по России у нас. И число больных ремиссий у нас стабильно высокое. Опять-таки наши цифры, как бы, они сопоставимы с Российской Федерацией, да, по Приморскому краю, даже где-то немного и повыше по наркомании. То есть достаточно много людей, которые, как бы, пролечивших в наркоструктурах, да, наркологических, там, диспансерах, наркокабинетах в районах, после завершения лечения прекращают употребление наркотиков. На самом деле таких людей очень много. Ну, их просто не видно. Ну, никто не будет афишировать, что он там раньше наркотики употреблял, там, вообще психоактивные вещества. Поэтому особо это не видно, скажем так. Но на самом деле это есть. Юлия Валентиновна, интересный вопрос сейчас спрошу. И Игорь Владимирович меня на него натолкнул. Не первый раз я уже слышу, когда врачи говорят лица, употребляющие наркотики, или лица, ну, так или иначе, там, связанные с наркотиками, да, никогда не говорят наркоману слово. А почему? Ну, есть международная классификация болезни МКБ-10, где нет, там не написано, что наркомания. Там написано синдром зависимости от психоактивных веществ. Поэтому мы придерживаемся все-таки передовых взглядов и расцениваем лица, употребляющих наркотики, как людей, имеющих заболевание, синдром зависимости от психоактивных веществ. А наркоман, ну, это скорее такое более широко употребимое среди населения название. Поэтому я все-таки считаю, что необходимо придерживаться каких-то мировых тенденций и обращаться к людям, которые имеют заболевание, как к людям, болеющим, а не имеющим вредную привычку. Вот, да, интересный тоже момент. Почему это же, по сути, добровольный выбор, а называют болезнью? Или это не так, или я не права? Ну, может быть, употребление веществ на начальном этапе является добровольным выбором, и это случается по разным причинам, но в дальнейшем синдром зависимости и формирование аддикции никто не отменял. Человек, употребив свободно вещество, далее уже не свободен в отношении того, что развивается в его организме, в отношении его нервной и других систем. И поэтому человек, который употребил, далее он получает непосредственно заболевание, потому что в этот процесс включаются все системы организма. А как сегодня обстоят дела с подростками? Раньше, в 90-е годы, подростковая наркомания была достаточно развита. Сейчас как? Вообще замечательно. С подростками у нас вообще ситуация. Во-первых, у нас в крае нет больных наркоманий, ни детей, ни подростков. Ну, несовершеннолетних. Причем, ну, там были такие цифры, был один, 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 один по годам, да. Вот в этом году, в 21-м, вообще их нет, больных наркоманией. И то же самое с первичной заболеваемостью, мы уже два года их не выявляем. Их просто нет. Именно больных, с синдромом зависимости, да, как мы говорим. То есть первичного употребляющего? Да, мы их уже просто не выявляем два года уже, их просто нет. У нас основная группа – это вот те, кто с погодным употреблением, ну, с вредными последствиями. То есть дети, которые где-то попробовали наркотик один-два раза и попали в поле нашего зрения, либо там каких-то правоохранительных органов, и попадают к нам на наблюдение. То есть мы их наблюдаем. Но ситуация очень такая благоприятная. Причем цифры по краю, по несовершеннолетиям, они пониже, чем в Российской Федерации. Есть такой средний уровень, да, вот среднероссийский. Там куча регионов, да, кто выше, кто ниже. Так вот по подросткам мы вообще как бы на хорошем уровне. Все у нас как бы… И причем тенденция к снижению идет этой погодной группы. Она не сильная, но медленно и верно. Вот еще снижение 5 лет динамика, да, снижение состоящих на 7% улетело у нас, а первичные заболевания с 22% у нас снижение за 5 лет. Ну, то есть это хорошие цифры. Мне кажется, стало, наверное, немодным среди детей употреблений. Ну, есть такое. Раньше, да, было как-то модно эти наркотики употреблять. Употребляли много, да, было такое. А сейчас другие интересы появились. Давно, кстати, уже, это уже на лет 10, наверное, да, где-то так. Мне кажется, формирование здоровой среды, и как-то все-таки наше государство в этом направлении работает. Различные проекты, в которых участвуют дети, это все-таки играет роль. Когда у детей есть выбор либо оставаться на улице, либо участвовать в каких-то общественных мероприятиях или оздоровительных, или спортивных проектах. Это играет большое значение для того, чтобы у ребенка был взгляд в другую сторону. Да и дети сегодня какие? Он и на танце, он и на пение, он и в спортивной секции. Да, где здесь, наверное, времени просто не останется на наркоте. Некоторые по 5 секций посещают в день. Ну, это не к тому. Во-первых, во-вторых, даже главное здесь не то, что там, скажем, какие-то интересы у детей. Есть политика определенная, вот скажем, государство, да, в том числе и Приморском крае. Собственно говоря, администрации, органы исполнительной власти уделяют достаточно внимания этой проблеме. То есть они ее видят, и эта проблема у них как бы постоянно на контроле. То есть, ну, смотрите, к примеру. В администрации края работает у нас комиссия антинаркотическая, ее возглавляет губернатор. То есть сам губернатор, да, возглавляет эту комиссию. То есть в состав комиссии входят только первые лица, да, в министерстве и департаментах первые лица. Такие же комиссии аналогично не работают в каждом муниципальном образовании края. Причем с этими секретарями от этих комиссий проходят определенные совещания, обучения. Вот мы недавно участвовали в этом, нас приглашали, да, секретариат этой комиссии. То есть это уже как бы говорит о том, что есть какое-то внимание, да, причем хорошее внимание. Комиссия как минимум раз в квартал заседает, это как минимум, то и больше. Затем в Приморском крае есть такая программа, как «Безопасный край» на 20-27 годы. Там куча мероприятий, там по борьбе с преступностью. Ну, поговорим о них, да. Да, ну вот. И, кстати, сейчас еще идет антинаркотический месячник. Я не так давно в новостях читала. Их несколько, этих мероприятий проводятся. Ну и вот сейчас какой-то очередной антинаркотический месячник проходит. А как проходит выявление? Ну, то есть вот как выявляют группу риска, назовем это так? Ну, выявление в разным путем. Есть очень много механизмов выявления. Ну, вот, к примеру, медицинский осмотр мы проводим. Есть предварительные периодические медицинские осмотры. То есть население, люди к нам приходят, скажем, ну, как говорят, за получением справки, да, там, скажем, наружие, на водительское удостоверение, еще там зачем-то. Различные категории специальностей, да, там кто-то на работу устраивается. Это один из моментов. Другой момент – это у нас, мы проводим ежегодно профилактические медицинские осмотры школьников. Это по несовершеннолетним, кстати, профилактика, да. Затем это, есть такое понятие, как медицинское освидетелье состояние опьянения. Ну, вот пьяных возят водителей, там, не только водители, на улицах подбирают людей. То есть через эти механизмы. Есть, ну, когда-то направляют правоохранительные органы. То есть есть такое, особенно это по детям, по несовершеннолетним. Беспризорные, безнадзорные, те, кто уходят из семьи, убегают. Там у нас есть определенные связи с ними, да, какое-то взаимодействие налажено. И здесь тоже этот механизм работает. Вот. Что касается вот медосмотров, кстати, сейчас вот мораторий, да, продлили на получение водительского удостоверения. Вот сейчас новые приказы вышли, кстати, по оружию, по водительскому, по получению кандидатов на водителя, да, здесь сейчас. Вот, и немножко правила ужесточили игры. То есть если вы лишались раньше прав, то теперь вы обязательно проходите у нас полный комплекс обследований, куда входят и психоактивные вещества, мы определяем, и хронического алкогольного употребления, хронического употребления алкоголя. Пьет человек, не пьет, да, там где-то до этого. То есть не секрет, что можно там где-то две недели не попить, прийти, получить справку. Тут не пройдет. То есть есть маркеры определенные, да, выявления этих состояний, и мы ими широко пользуемся вот в данный момент. Вот этот, сейчас, правда, мораторий ввели на эти справки, на водителей, на кандидатов. На водительское, да. Ну, мы как бы не рекомендуем сейчас это бросать, надо все-таки сейчас проходить, потому что потом начнется эти очереди, вот это вот в 2023 году куча очередей, цена подрастет. Поэтому я бы, наверное, получал бы сейчас бы эти справки. Ну, вот это такой механизм, да, один. Вот, ну, профмедосмотр мы проводили, вот мы только что провели, школьников, да, медицинские осмотры. И мы ежегодно смотрим 10 тысяч где-то учащихся, там чуть-чуть больше, там на 100 человек, на 70. Во всех муниципальных образованиях, это 34 территории мы охватываем. Ну, охватываем где-то 150-157 школ. Ну, вообще колледжей и школ охватываем. Вот в этом году мы провели где-то 10 140 этих осмотров. Выявили мы три всего потребителя. Были больше, но подтвердили только у трех. Причем, я вот говорю, да, тенденция снижения, да, вот этих всех вещей идет, употребление наркотиками несовершеннолетними. Вот смотрите, в 2018 году мы 22 случая, да, у нас было выявлено, потом 12, 7, вот так вот, а в этом году уже только три. Причем количество достаточно большое, да. Кривая она. Да, она, ну, я говорю, стабильно это все дело снижается. Да, и алкоголь, кстати, там еще мой алкоголь, да, опять-таки, скрытое употребление алкоголя, да, подростками, опять-таки, очень снизилось. Там где-то было 300 с копейками, стало где-то 170 человек, но вывели. То есть там тоже идет снижение. Вообще психоактивные вещества. Единственное, никотин. Пока вот эта проблема, она, ну, не то, что проблема, но подростки курят, это никто не скрывает, и так оно и есть. Родители зачастую об этом знают. Да, и мы вот это дело тоже выявляем, но затем, где мы выявляем наибольшие группы риска, да, вот этих детей, школы, там, мы начинаем в них работу профилактическую. Там нарколог выходит, начинает собирать детей в эти школы, даже где большой, вот, пускай наркотики не выявили, но где много, ну, как бы проблемная школа может быть, на наш взгляд. Мы там работаем. То есть как-то так. Ну, медосвидетельствование, он пьяных привозит. Ну, если у вас опьянение, то, естественно, конечно, когда вы придете к нам, обращаетесь, мы обращаем внимание на вас уже как бы, не то, что на учет мы не ставим. Но мы уже смотрим, да, если эпизод за рулем в опьянении, уже говорит о том, что человек, как бы, уже был неадекватный, да, ну, вполне реально, что зависимость какая-то развивается. То есть, ну, в принципе, с этим человеком можно работать. Ну, как-то так. Юлия Валентиновна, я вспоминаю просто, как я проходила комиссию на права, я открыла двери к наркологу, психиатр-нарколог, очевидно, это, то есть на меня просто посмотрели и сказали, давай, давай, заполним. Как вы выявляете? То есть настолько профессиональный взгляд, то есть как орлица на меня посмотрела, нарколог, и поняла, что, в общем-то, я ничего не употребляю, как это произошло. Смотрите, есть определенные стандарты выявления, и все врачи, которые находятся на приеме, они следуют этим стандартам и клиническим рекомендациям. И у них расписаны алгоритмы, согласно которых они должны выявлять. Во-первых, то, что она на вас посмотрела, это вам так показалось. На самом деле… Даже не смотрела. …взгляд на то, там, как вы выглядите, какой у вас зрачок, какой цвет лица, дрожат ли у вас руки. То есть вот это профессиональный взгляд специалиста, который, взглянув, может одновременно провести в данный момент уже, ну, как-то сделать выводы для себя. Плюс, смотрите, если вы ранее не… То есть чаще всего выявление, ну, случается так, что человек попадался либо с правами, либо какие-то нарушения, либо где-то он там светился, либо административные нарушения. То есть в данном случае, скорее всего, в регистратуре посмотрела документы. Да, не было там вас. И в этом случае, ну, далее врач должен проверить давление, пульс. Ну, это все было, да. Да. Просто на меня… И даже только при условии этих лишь показателей, давление, пульс и осмотр уже можно сделать там подозрение на то, употребляет человек или не употребляет. Это видно. Когда, ну, профессионал работает, на фоне этих показателей видно. Далее, если возникают какие-то вопросы, допустим, у вас бы дрожали руки, естественно, вы тогда тут же подключили и анализ на скрытое употребление алкоголя или, к примеру, измененный цвет лица, или, к примеру, там у вас нестагм, или суженный, или расширенный зрачок. Конечно, бы доктор на это обратил внимание, сделал соответствующие выводы. И уже бы это был бы не только взгляд, а далее взятие анализов, ваши ожидания, ну и дальше там да или нет. И дальнейшие действия специалиста. Не, ну, у меня-то все миновало. Да, просто говорю, что мне было очень любопытно, так что просто по одному взгляду меня считали и сказали, все, давай бумагу. В общем, это только кажется, что один взгляд. Да, на самом деле осмотр начинается с момента вашего входа в кабинет. Вот только вы открыли дверь, уже сразу видно, профессионал сразу видит. Ну вот я об этом и говорю, что да, я не успела открыть кабинет, меня прочитали, что я, в общем-то, ничего не употребляю. Даже то, как вы заходите, как вы говорите, как вы обращаетесь, насколько там быстро вы говорите или медленно, какие ваши движения, какова скорость этих движений, как вы сядете. На все это обращает внимание специалист. Вот так. И делает соответствующие выводы. Вот так оказывается. А все мы думаем, что нас прочитать невозможно. Оказывается, все возможно. Нет. Все на самом деле не так. В школе, я тоже помню, это было давно, правда, но тем не менее, приходили уже тогда, когда я еще училась в школе, приходили врачи-наркологи, беседовали с нами, задавали вопросы про употребление табака, про употребление наркотиков. И помню, как тряслись мальчишки, которые только там где-то покурили за гаражами. Но, в общем-то, у нас никогда не выявлялось. И слава богу, наверное. Что касается поддержки со стороны региона, мы уже сказали, что Краевая антинаркотическая комиссия работает. Какие-то есть еще программы, вот вы упомянули, Безопасный край, что это за программа? Да, ну на самом деле, помимо работы комиссии во всех муниципальных образованиях, в Приморском крае уже давно действует программа, она называется комплексная программа, там Безопасный край, она на различные годы, сейчас действует 20-27 год, рассчитаны на мероприятия. Но в данный момент разрабатывается еще новая программа, уже до 30-го года она будет, 23-30 год, куда возможно еще дополнение, дополнительные мероприятия внесут. Но вот эта программа, которая 20-27 год, там есть подпрограммы в ней, там очень много, есть преступность, да, есть профилактика наркомании, такая подпрограммка, и в ней как раз-таки очень много мероприятий антинаркотических, причем это реально финансируется вещь, это не просто, она не голословная, она реальная программа, реально идут деньги, мы реально отчитываемся за их, как мы их потратили, если нам они выделяются, да, они выделяются, вот. И получается, что там, например, есть такие пункты, как мониторинг, да, наркоситуации, там финансируют, есть социальные опросы проводят среди населения, что же происходит-то внутри, кстати, по соцопросам, да, вот, выборочно во всей территории края по соцопросам, вот, кстати, тоже идет снижение вот этого латента уровня потребления наркотиков, есть такой уровень латента, которых людей мы не видим, но не есть, но когда эти вопросы задаются, как-то они выявляются, есть методики расчета, и получается уровень скрытой наркомании, который мы не видим пока, да, вот, этот уровень тоже снижается латентный, вот, это вот мониторинг, это из программы финансируется, вот, затем, там есть очень много профилактических, первичной профилактики, изготовление буклетов, там, листовок, проведение мероприятий, акции, вот это все, очень такой большой комплекс, ну, и непосредственно вторичная профилактика, скажем, на выявлении, нам дают, да, наркодиспансеры вообще, это мы покупаем реактивы для химико-токсикологической лаборатории, которая единственная в крае, это кто вот наркотики как раз-таки это подтверждает, то есть вот если мы тестами выявляем наркотик предварительно, да, то мы должны его подтвердить, что действительно был наркотик, что тест может ошибиться. Физически должны подтвердить. Да, он должен быть подтвержден лабораторным методом, которым утвержденным, да, методикой. Это наша лаборатория делает, она очень мощная лаборатория, она оснащена оборудованием, современнейшим оборудованием, но дорогостоящая, да, причем покупали эти аппараты тоже нам выделяли средства, кстати, вот, это вот второй, да, у нас реагенты покупаются. Вот школьников, медосмотры школьников тоже из этой программы финансируются, причем если мы с учетом инфляции говорим, что нам нужны такие-то деньги, ну, не здрав, да, Приморского края, то деньги выделяются, они увеличиваются, добавляются на наши нужные, сколько нам надо, в принципе. То есть здесь вообще никаких вопросов нет, как администрации, вообще никаких, ну, и еще мы закупаем лабораторное оборудование, там есть такая подпрограммка безопасность дорожного движения, БДД, и там мы покупаем анализаторы прибора для определения, как раз таки, алкоголя выдыхаем в воздухе и наркотиков по анализаторам, ну, аппаратуру берем, определенную сумму, вот мы покупаем, раздаем в лечебные учреждения Приморского края, то есть это все финансируется. Поэтому говорить то, что там что-то не работает, ну, в принципе… – Все работает. – Все работает, да, и причем финансируется стабильно, как положено. – А как сегодня вообще служба представлена? Ну, то есть где можно подлечиться, где можно выявить и так далее и тому подобное? – Ну, служба у нас достаточно… во всех муниципальных образованиях у нас что-то есть. Ну, головное учреждение – это краевой наркодиспансер, да, наш, у нас есть поликлиника, у нас есть три отделения, одно неотложной помощи, да, где тяжеленьких откапывают, скажем так, просто говоря, и два реабилитационных отделения. Вот одно Юлия Валентиновна возглавляет много лет уже, а другое у нас на Океанской. Здесь краткосрочная реабилитация, там у нас долгосрочная на Океанской. Кстати, Юлия там тоже работал в этом отделении, да, в начале, да. Вот, ну, это здесь. Потом у нас есть психбольницы, в структуре которых, это Дальнегор, Спаск, кто там еще у нас, Уссуриск, да, Уссуриск. Там три психбольницы, в структуре которых тоже есть поликлинические отделения наркологические и отделения наркологические, в структуре которых есть коек реабилитационные, 20 коек. А у нас отделение, то есть, сколько у нас тут, 70 коек у нас реабилитационных. То есть, вот эта сеть реабилитационная, вот стационарная у нас по психбольницам. В филиалах у нас еще в Артеме в Находке. У нас филиалы есть нашего диспансера, это наши структуры в городе Артеме и в городе Находка. Находка у нас еще отделение медицинской реабилитации на 15 коек. А в каждой территории у нас есть амбулаторно-аркологический кабинет, то есть к любой территории. Развернут кабинет вон при поликлинике. Любая, скажем, ЦРБ имеет свой кабинет. Ну, кто-то еще открывает ФАПы где-то там, скажем, Харойский район, раньше было в Ярославке, например, в Чениговской ЦРБ, в Сибирцево были кабинеты, сейчас, кстати, возрождается в Сибирцево. Вот такая структура, то есть в каждом территории есть наркологический кабинет. Ну, соответственно, работают наркологи. Там есть маленькая проблема, у нас проблема с докторами вообще, собственно говоря, существует такая проблема. – Она, в принципе, существует проблема с докторами, особенно по краю где-то. – Она не только у нас, она, в принципе, во многих других специальностях. Ну, в принципе, у нас там, где нет нарколога, работает психиатр. Получилось так, что вот есть психиатр, который совместная специальность, получая сертификат, доктор и ведет два приема – психиатр, и нарколог. То есть и наоборот, нарколог может вести психиатрию. То есть вот такая ситуация. Ну, в принципе, все территории у нас получают, есть врач там как бы оказывает прием, есть врачебный прием, соответственно. – А что касается отделения реабилитации, мне просто… – Да, вот Игорь Анатольевич рассказал про то, что как происходит вообще, как вся структура устроена. Вот если человек вдруг получил проблему, или вдруг у него возникло желание, или какие-то сложности сложились, и он осознал про то, что он употребляет чрезмерно, и, похоже, это зависимость. Как в этом случае быть? Как справляться и куда обращаться? Ну, в первую очередь, ну, самое важное, сделать первый шаг – это понять, что… признать, что у тебя есть проблема. То есть то, как ты употребляешь, это выходит за рамки. С алкоголем это труднее признать, потому что все-таки алкоголь местами культурально поддерживаемым, чем с наркотиками, но тем не менее. То есть человек признает про то, что, похоже, у меня есть проблемы. Его задача – обратиться в нашу поликлинику здесь, во Владивостоке, это на Станюковича 53, прийти на прием к врачу-наркологу. Врач-нарколог побеседует, проведет диагностику и выявит, есть ли зависимость или нет. И в случае, если зависимость есть, там есть определенные программы. То есть это не вот не всех под одну гребенку гребут, а есть просто программы для конкретных категорий пациентов. Программы реабилитации? Программы лечения, и в том числе реабилитации, потому что в некоторых случаях и реабилитация не требуется. Если у человека начальная стадия зависимости, то ему предложат амбулаторное наблюдение и амбулаторные программы лечения. Если там уже ситуация дошла до средней стадии, если в данный момент человек буквально на днях употребил, у него есть синдром отмены, это ломка, допустим, при героиновой зависимости или похмелье при употреблении алкоголя, тогда его отправят в отделение неотложной помощи. Это все бесплатно. Вот я хочу сделать упор на то, что лечение алкогольной и наркотической зависимости – это бесплатная процедура за счет средств краевого бюджета. И про это важно знать. И кроме того, стоит понимать, что зависимость формируется в разных сферах. Это психическая сфера, физическая сфера, социальная сфера и духовная сфера. Поэтому возвращение человека на круги своя в нормальное, нормальным человеком в общество – это длительный процесс. Поэтому снятие интоксикации или выведение из запоя или снятие синдрома отмены – это всего лишь часть вопроса. Вот дальше как раз встает момент, что есть такая вещь, которая называется медицинская реабилитация. Это как раз та сфера, в которой я работаю. Это то, что помогает окончательно и бесповоротно вернуться человеку в нормальную жизнь. Потому что психика, а в основном, ну, кроме физической составляющей, телесной, здесь все-таки задействованы когнитивные моменты, эмоциональная сфера. Психика – это такая ригидная штука, работа с которой требует времени. Поэтому реабилитация, она тоже направлена на то, чтобы у человека все эти сферы восстановились. И процесс этот, ну, занимает от месяца, в зависимости от того, насколько ухудшилось состояние или насколько большой реабилитационный потенциал у человека, до трех-шести месяцев. И тогда у человека есть возможность пройти после снятия синдрома отмены курс реабилитации, который включает в себя психотерапевтическое, медицинское воздействие. И, кроме того, там работают специалисты по социальной работе, которые помогают закрыть социальные вопросы, которые открылись или остались какими-то, или стали вдруг незавершенными из-за того, что человек употребляет психоактивные вещества. И вот у человека есть возможность либо через отделение неотложной помощи поступить на реабилитацию, либо сразу по направлению от поликлиники нашей наркологической прийти на реабилитацию. Опять же, бесплатная абсолютно процедура. Некоторые пациенты называют это санаторием. Представьте себе, что у человека есть возможность находиться на лечении от месяца до трех, при этом получать бесплатную психотерапевтическую помощь квалифицированных специалистов в отделении достаточно высокий уровень квалификации тех, кто там работает. И в это время есть питание, есть белье, есть возможность повышать свои социальные навыки и учиться навыкам решения конфликтов, когда человек конструктивно умеет их решать, навыкам распознавания влечения к веществу, навыкам дальнейшего взаимодействия с окружающими, так, чтобы не идти и не употреблять психоактивные вещества. И человек при этом не находится в отделении закрытым. Там целая система, в которую включены досуговые спортивные мероприятия, медицинские комплексы. Поэтому это целая большая программа. Комплекс. Это большой комплекс. А как понять, что близкий употребляет наркотики? Ну, значит, как это можно понять? Во-первых, в первую очередь меняется поведение человека. То есть вот человек начинает отличаться от того, каким он был ранее. К примеру, если человек употребляет опиоиды, то в данном случае он станет более заторможенным, будет спать. Если это психостимуляторы, то наоборот. Само название наркотиков говорит про то, что человек начинает вести себя бессистемно взбудораженным. Это вот один из моментов. Далее там все-таки начинаются какие-то моменты, когда в семье, будь то сын или муж, человек начинает вести себя лживо. То есть в данном случае он где-то что-то недоговаривает, задерживается. Или наоборот, начинают куда-то уходить деньги. И на это стоит тоже обращать внимание. Также вот как к вам, как вы говорите, вас нарколог вдруг увидел и заметил. Стоит обращать внимание на то, как меняется цвет лица, ширина зрачка или там есть ли дрожание рук или нет дрожания рук. На это все стоит обращать внимание. Если вот что-то возникает не так, то есть хороший и правильный путь, который снимет все сомнения. Нужно, во-первых, сделать предварительное тестирование, а тест можно взять в аптеке, тестирование биологической среды, мочи. Или пойти отнести этот же самый анализ в нашу лабораторию, где на основе лабораторных данных будет это исследование либо подтверждено, либо отменено. Единственный момент в связи с тем, что психостимуляторы недлительное время находятся в организме, анализ нужно сделать в течение суток. Быстрее, да. Последний вопрос тогда задам. Что делать тем семьям, кто узнал, что есть у них человек, который употребляет наркотики? В первую очередь не заниматься самолечением и не обращаться в частные центры, в которых неизвестно, как все устроено. Лицензированы ли они, не лицензированы, есть ли там специалисты, которые обучены по работе с зависимыми. Нужно обращаться в краевой наркологический диспансер, в первую очередь в амбулаторное звено, для того, чтобы там специалист провел диагностику. И в дальнейшем, если заболевание выявлено, не ждать, что оно само рассосется или вдруг человек перестанет употреблять. Все-таки обращаться за квалифицированной помощью или вступать в программы лечения, краткосрочные или долгосрочные. И кроме того, я вот хочу здесь сделать отдельным моментом, так как зависимость это все-таки комплексное заболевание. И если болен один человек, то вся семья, вся семейная система включается в эту проблему. У нас есть также специальные занятия для родственников и близких зависимых. И кроме того, для людей, интересующихся созависимыми состояниями, они проходят по субботам на Гоголя 35. Вот на лето перерыв, а далее с осени они опять начнутся. Это хорошие занятия, в которых непосредственно помощь уже получают родственники. Для того, чтобы им не находиться в этом состоянии созависимости. Игорь Владимирович, куда обратиться? Краевой наркологический диспансер, адрес куда можно? Улица Станякович, 53. Это на Гершельде, напротив Фескохола здание у нас. В Артеме Хасанская, 1 улица. Находки Пирогова, 8. Ну, это в находке там, да. Но во всех ЦРБ есть наркокабинеты. Там нарколог тоже может оценить состояние и написать направление к нам на госпитализацию. В принципе, это вообще не проблема у нас. Даже какие-то, ну, не поблажки, а… Ну, то есть мы в первую очередь принимаем краевых больных. Приоритет, да. Да, приоритет для краевых больных. Хоть когда он придет, но мы берем его. Вот. Ну, вот. Без помощи никто не останется. Ну, конечно. Если люди обращаются, вообще проблем никаких. То есть, пожалуйста. Бывают такие люди, зависимые, которые вдруг в один, ну, не в один момент, а при помощи каких-то длительных размышлений или обстоятельств вдруг осознают, что у них есть зависимость, они могут напрямую обращаться для консультации про реабилитацию в наше отделение. Прийти, либо по телефону проконсультироваться по поводу того, как проходит реабилитация на Гоголя 35. Ну, да. Самое главное, куда-то прийти. Показаться уже специалистам. Да, главное прийти. Да, прийти. А там уже мы скажем, куда, что направим. Ну, что ж, я желаю, чтобы все-таки снижение, то, которое тенденция задалась, чтобы она так и двигалась. Чтобы снижение продолжалось. У нас заболеваемость, и поменьше вам работает. Всегда врачам говорю так. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о борьбе с наркоманией. В гостях у меня были Игорь Михайлов, заместитель главного врача краевого наркологического диспансера, а также Юлия Сидорова. Психиатр-нарколог, заведующая реабилитационным отделением краевого наркологического диспансера. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова